В этом видео нам нужно рассмотреть очень простой модификатор, который носит название «Маска». Он позволяет скрывать вершины, принадлежащие группе вершин. У нас сейчас в сцене присутствует кубик по умолчанию, обычный, стандартный. Давайте перейдем в режим редактирования данного кубика и подразделим его. Выделяем всю геометрию, нажимаем английскую букву «А», если у вас не выбрана она, и щелкаем правой кнопкой мыши, выбираем команду «Subdivide» несколько раз. Давайте возьмем, щелкнем по одной из вершин. Мы сейчас находимся в режиме выделения вершин и выделим часть данного объекта, используя вот такой очень простой метод. Нажимаем Ctrl, держим, не отпускаем, и нажимаем плюсик на цифровом блоке. В результате мы будем с вами выделять, определенно расширяя выделение, часть объекта. Это тоже один из способов, не забывайте про него. Или используйте стандартное прямоугольное выделение. Не забывайте, чтобы выделять объект насквозь, нужно включить каркасный вид, то есть режим фактически рентгена. Мы с вами выделили часть вот этого объекта, то есть часть вершин. Теперь мы можем создать на базе этих вершин группу вершин. Переходим в данные данного объекта. Находим значок данных. Здесь панель группа вершин и щелкаем по плюсику. Добавить новую группу вершин к активному объекту. Назначаем выбранные вершины в эту группу. Если что, группу всегда можно переименовать. Щелкаем по кнопочке назначить. Обратите внимание, вес у вершин будет равен единице. Назначаем. Теперь мы с вами создали группу, и у этой группы вершин вес равен единице. Чтобы увидеть вот этот измененный вес вершин, вы можете сделать следующее. Мы можем с вами перейти в оверлей, в режиме редактирования, и вот здесь поставить галочку. Показывать веса в режиме редактирования. Это будет очень хорошо видно. Ну и, соответственно, если будет не нужно, убрать. У нас с вами теперь присутствует созданная группа вершин. Давайте выйдем из режима редактирования. Перейдем в объектный режим. Если что, у меня сейчас отображается каркас. Это можно сделать также, используя оверлей. Это нам сейчас просто будет нужно для лучшего понимания и контроля. Далее мы делаем следующее. Выделяем этот объект, щелкаем по нему и переходим в модификатор. И находим модификатор под названием «Маска». Здесь нам нужно указать группу вершин. Щелкаем вот сюда и находим нужную группу вершин. После этого все вершины, не относящиеся к этой группе вершин, будут скрыты. И мы это очень хорошо видим. Мы можем с вами инвертировать все это, щелкнув вот по этой кнопочке. То есть использовать вершины, не принадлежащие заданному региону. При этом есть специальный параметр под названием «Smooth». Он сглаживает края вот этой маски, в некотором смысле слова. И пороговое значение. То есть оставить веса выше этого порога. Если необходимо, то можно подвигать. При этом обратите внимание, данная маска работает не только вот с группой вершин, но еще и с арматурой. Давайте как раз на это сейчас посмотрим. В следующей части видео. Полностью тему поднимать сейчас, что такое арматура, мы не будем. Со временем мы с этим познакомимся более подробно. А теперь нам нужно с вами рассмотреть, как работает параметр арматура в модификаторе маска. Сразу хочу сказать, что тема скининга, риггинга, что такое кости, мы будем рассматривать отдельно. Когда данное видео выйдет, под этим видео будет необходимая ссылка. Что нам сейчас нужно сделать? Сейчас у кубика, немножко видоизмененного, у нас присутствуют два модификатора. Модификатор арматура и модификатор маска. Давайте модификатор маску переключим на работу с арматурой. И укажем ее вот здесь, в этом списке. Можно воспользоваться пипеткой. Теперь делаем следующее. Выделяем эту арматуру, щелкаем по ней. И переходим в режим, доступный для арматуры, под названием POS MODE. Теперь, когда мы выбираем любую из этих костей, щелкаем по этой кости, то мы с вами будем оставлять отображать только те группы вершин, которые связаны именно с этой одноименной костью. Посмотрите на это внимательно. Это будет очень хорошо видно. Снимем выделение. Скроем весь объект. Выделим сразу две кости, отобразим весь объект. Обратите внимание, режим POS MODE, который доступен для режима работы именно с арматурой. Это то, что касается данного модификатора маска. Обратите на это внимание. Со временем мы познакомимся с анимацией и узнаем про арматуру более подробно. Ну а на сегодня все.